А где эта елюковка разрушена? В астане они примерно все одинаковые, ну там внутри. Ну, конечно, если при сильном излучении. Где эта елюковка? В невооруженном глазу. Разрушены. Вот это? Ну, вон холм впереди. Где домики вот эти? Ну, вот за домиками холм. А, за ними. Дальше. Я такой вопрос еще насчет кумранских рукописей. Там между самими этими рукописами нет противоречий. Это все из одного источника? Или там внутри тоже есть какие-то? Опять-таки разные. Ну, скажем, дамасский документ, дамасский кодекс не дублируется абсолютно уставом общины, который был найден в Кумране. Есть определенные отличия. Но мне эта версия кажется достаточно убедительной. Вот то, что это действительно... Смотрите, поселок... Во-первых, разные годы. Достаточно было быть засухи, чтобы они тут вымерли от жажды. Ну, это понятно. А здесь бывают периоды засухи. Там, вы говорите, из библиотек, скорее всего, в связи с полнотическими. В разных городах, разные учения, между ними есть противоречия, безусловно. И более того, еще раз говорю, есть противоречия и отличия даже от современного Танаха. От современного это понятно. Там приписывали много слишком раз, наверное. Ну, да. Поэтому, понимаете, это очень сложно, когда попадаются религиозные евреи. Здесь очень аккуратно, очень осторожно им надо все это давать, не заострять на этом внимание. Потому что тут такая штука, официальная религиозная концепция, так сказать. Я понимаю, они фанатики своей догмы, да? Догма такова, каждая буква тоже от Бога, поэтому... Ну, считается, что переписывалась и как бы повторялась... И все равно. То есть, если переписчик... Ну, теория такова, традиция, что... Если переписчик допустил ошибку... Он все переписывал. Все переписывал сначала. Нет, этот цветок он пишет сначала, а этот цветок убирается в генизу. Им нельзя пользоваться. Это понятно. Ну, и что? А как тогда изменялось все? Таким образом? Переводы нет? Потому что были разные источники, разные традиции. И есть отличия в текстах, иногда достаточно существенные. Более того, поймите, даже в Новом Завете, если взять только Новый Завет, казалось бы, он значительно меньше. Но при этом... Я вам скажу такую вещь. Это известный факт, уже опубликованный в литературе. Ну, сам хорошо они и собрались. Специалисты, которые занимались историей канонизации, так сказать, Нового Завета, формирования Нового Завета, они давно это обнаружили, было найдено в общей сложности от 200 до 400 тысяч разночтений, противоречий, ошибок и так далее и тому подобное. Новый Завет точно так же редактировался, переписывался, изменялся. Ну, еще и переводы. Я говорю, что... Ну, переводы это уже вторичные. Я говорю всегда, что... Ну, вот скажем... Ой, как страшно. Вот история с великим избеем, наверное, одинцев, это позднее... Я уверен в этом. Это поздняя редакторская ставка. Этого просто не было по определению. Был римский император Домициан, сумасшедший абсолютно, который вообще терроризировал всю империю, и сенаторы, и представители знатных семейств. Он убивал, он творил нечто невообразимое. Вот. И он вознамерился уничтожить всех потомков царя Давида. Весь род Давидов. Оставили в живых только двоих земледельцев, которые, с его точки зрения, не представляли угрозы. Вот. То есть до него дошли какие-то отголоски о том, что вот мессия должен выйти из дома Давида, спаситель, и вот тогда наступит царство Божие на земле и так далее. Стремясь это предотвратить, он в том числе не пощадил и потомков Давида. Вот это что? Вот. И я думал, что не только их. Вот это и сыграло свою роль. То есть некий поздний редактор достаточно, он использовал этот эпизод, эту историю. И, переработав творчески, привязав это к Ироду, включил... Потому что писать, что это делал Домициан, было нельзя. Начались бы репрессии. Их и так хватало. Они старались этого избежать, христиане. Значит, идея в чем... Вот римляне ни в чем не виноваты, а виноваты евреи. Потому что они не могли себя защитить. Вот и все. Ну, про Ироду тоже я слышала. Одна из версий, что это придумала, что он поцеловал. Там не было такого не в источнике. Тут немножечко иное. Тут противоречит. Даже в самих Евангелиях есть две противоположные версии. Матфей... У Матфея мы читаем, что вот как мы узнаем его, спрашивают у Иуда. И он говорит, тот, кого поцелую я, он, Иисус, его берите. При этом автор или редактор не учел один момент. Вот в такой версии эти слова, которые Иуда якобы шепчет на ухо Иисусу, радуйся, Рави, они являются полной бессмыслицей. Почему радоваться? Почему радоваться? Нет?